Всем привет! Это Слэйм. Сегодня я на стране FM, пою для вас и общаюсь с вами. В музыке я уже, получается, одиннадцатый год. Мне сейчас двадцать пять. Я начал что-то делать с четырнадцати лет. Начал вдохновляться как западными, так и российскими исполнителями, хип-хоп исполнителями. Пытался, пытался и на самом деле только стрельнул, будем это так называть, наверное, в том году, когда я выиграл проект песни «Второй сезон». И обрел некую такую популярность своих слушателей, верных слушателей. На самом деле, если вы смотрите, вы, наверное, смотрите, я вас очень сильно люблю и слушайте нас. Вот как уже год я гастролирую, катаюсь с концертами. И, кстати, я также артист лейбла «Блэк Стар». Я, то есть, выиграл второй сезон проекта «Песни» и попал на лейбл. Чему я очень-очень счастлив, потому что к этому я на самом деле шел долгие годы. Я прям целенаправленно хотел попасть на «Блэк Стар». Про лейблы. Я на лейбле. Шел целенаправленно. Нельзя, я думаю, так сказать, что там лейблы, их век прошел, что лейблы не нужны и так далее. Они нужны. На самом деле, понятное дело, что сейчас больше возможностей. Сейчас можно случайно стрельнуть каким-то треком, да, например. Там что-то случайно даже дома на коленке написать какой-то бит, зачитать, петь на него, выпустить. Это может стать хитом и так далее. Ну, касательно моей истории, например, я вот с чем я борюсь всю жизнь, да, это лень. Есть такая штука, как бы. И вроде мне говорили, ты талантливый, у тебя все получается, все круто. И я понимаю, надо собирать команду. Надо искать своего диджея, своего там пиар-менеджера, своего агента. То есть как-то вместе коллаборировать, узнавать там финансовую часть, да, вопроса. То есть чтобы меня не кинули, да, как это все работает. Я просто поленился на самом деле. И поэтому я и хотел попасть в лейбл, потому что лейбл дает максимальное количество инструментов. То есть сейчас у меня есть своя команда, у меня есть диджеи, есть там линейный продюсер, есть концертный директор. То есть мы вот работаем и двигаемся вместе в команде. Соответственно, и это снимает с меня большую часть забот. По сути, на мне только музыка. А уже менеджмент, организация концертов занимаются другие люди. Ну, моя голова этим не забита. Я на самом деле потрясающе себя чувствую. Вот. И занимаюсь исключительно музыкой. Но есть еще такой момент. Вот говорят, что лейблы, допустим, не нужны. А что, можно же самому стрельнуть, например. Ну, вот много таких примеров, когда чувак, ну, случайно стрельнул. У него трек попал там в топ-чарт, в ВК и так далее, или где-нибудь. Ну, продержался он там немного. Даже если месяц, возьмем вот так. Продержался, ушел. А человека не знают в лицо. Кто это поет, как он выглядит. Трек прикольный, вроде играет на фоне. Ну и все. Побыл и забыли. Что мне нравится в лейблах, то есть мы развиваемся именно как личность. Мы строим личный бренд. То есть я вот так потихонечку, потихонечку иду наверх. Там постепенно люди узнают, да, все больше в регионах, в Москве, везде-везде. Пусть это не в таких масштабах взрывных, чтобы прям вау, все, в мировой тур, Слава, едь, красавчик, как ты быстро взлетел. Нет, такого нет, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть, но зато люди, когда слышат мои песни, они знают, я знаю его, это слэйм, они знают, как я выгляжу. Они сразу в голове, это вот тот парень вот с такими-то там волосами, я не знаю, или вот такой внешностью. И это гораздо приятней. Пусть я там даже не супер какой-то крутой чувак, да, например, в плане популярности. Ну, даже вот недавно я гуляю по Москве, не в людных местах, ко мне столько людей подходят. О, Слава, привет, можно сфоткаться? Я добродушный, я люблю, конечно, давайте. Бам-бам-бам, мне даже вот моя подруга удивилась, говорит, ничего себе, то есть в плане медийности тебя знают, хотя ты там не как Бузова, да, кто Крит там и так далее. И это очень радует, и, ну, наверное, я делаю все правильно. И в этом плане лейбл мне очень сильно помогает, потому что он берет львиную долю организационных моментов, львиную долю ответственности. Наверное, как-то так. Как вы знаете, недавно Тимоти покинул, получается, лейбл Black Star. Честно, я ему очень сильно благодарен. Для меня он сделал многое, как минимум. Именно он поверил в меня на проекте песни. Я это прям увидел, я это почувствовал, он дал мне шанс. Он это не сказал прямым текстом, но я чувствовал, слушай, вот у тебя сейчас есть возможность, давай, рви. Просто вот используй шанс. Ты 10 лет что-то пытался делать, вот, ты вышел на этот уровень, давай. И я за это ему очень сильно благодарен, на самом деле, вот, за эту веру. И на проекте песни, когда мы создавали треки, создавали песни, он всегда был с нами. Он работал с нами до ночи, до утра, то есть пока он все не посмотрит, пока не убедится, что мы там все закончили, он прям до Талова с нами всегда был. Даже там один случай был, я скажу, да. Есть такая песня по пятам, мы сделали с Арсеном. И я находился на студии, Тимоти тоже. Мне сказали, нужно куплет, с куплетом горячим сюда залететь. Я такой, Тимур Ильдарович, говорю, принял, понял, попробуем. Ушел, время позднее было уже. Я писал 4 часа куплет. Я выхожу спустя 4 часа. И я понимаю, что Тимур Ильдарович меня не дождался, но он уехал там за пару минут до. У него не было дел, он просто сидел и ждал меня. Я думаю, вы понимаете, какой уровень человек, у него дела, ему, по-моему, поспать мог это время, еще что-нибудь. Он ждал, он сказал, ладно, пусть не давите на слейма, пусть он как сделает, допишет. Потом, если что, мне позвоните, мы подъедем. Я так прям, я не знаю, я и так его уважал, еще сильнее зауважал, наверное. Вот, он работал с нами. И, соответственно, блин, он многое для нас сделал. Последние где-то полгода мы с ним редко виделись, потому что у него свои разъезды, у него свои тоже дела есть, мы понимаем. И я сам гонял по концертам, сам работал, сам писал песни, мы с командой работали. Для меня самое главное, что он дал вот этот толчок, вот эту веру. И, по сути, это благодаря его, вот, благодаря ему, отчасти я имею то, что вот имею, так сказать. В отличие от себя тогдашнего, год назад, я сейчас стал более самостоятельным, как я уже говорил, оброс нужными людьми, которые есть в округе. И поэтому мы, в принципе, с ними уже работаем, мы делаем и песни, там, ребята делают аранжировки, я там пишу песни и так далее. То есть мы же как самостоятельные единицы, поэтому, в принципе, участие Тимура Ильдаровича, ну, небольшое было в последнее время. Мы сейчас двигаемся сами, но в любом случае, Тимур Ильдарович, вы лучший, вот так скажу, да. Что касается современной музыки, на самом деле, я прям, ну, нет такого во мне, что я, ой, что за молодежь какая-то, какую-то фигню, хрень собачу пишут, два слова и все, музыка только играть. Нет, я слушаю, я меломан, я слушаю все, что, любое направление музыки, на самом деле. Хоть и стараюсь, честно, я стараюсь закладывать какой-то смысл, допустим, в своих песнях. Мне непривычно писать что-то бездумно или просто ради прикола какую-то фигню. Я люблю слушать песни как и со смыслом, они нужны, да, как и просто вот без смысла. Где можно, Моргенштерн, да, например, то есть он же чисто вайп, он чисто вот, вот эта атмосфера, ему пофиг на текст, да. И я слушаю некоторые песни, они есть у меня в плеере, когда там мне хочется поразъебаться, пораскачиваться, прямо вот задать такое тусовочное настроение, я его слушаю, например. Ну, в общем, современная музыка, она разная, и это имеет место быть, потому что каждый находит своего слушателя, любая музыка находит свою аудиторию, как и там смысловая, как и без. Но я все-таки стараюсь относиться к более смысловой части исполнителей, которые что-то вкладывают в треки. Если вы где-то, да, от меня услышите что-то такое бездумное, и вполне возможно, это не значит, что вот популярная штука, ой, тебя, наверное, заставили, что-то еще такое. Нет, блин, я человек, и я порой тоже хочу сделать такую просто вот что-то даже тик-ток, тик-ток трек, давайте так назовем. Блин, я не хочу быть какой-то ханжой, занудой, которая только в одном направлении работает, и все, блин. И вы таким же не будьте. Кстати, на самом деле это не надо, так? Пожалуйста. Честно, малая, малая, маленькая аудитория, ребята там до, не знаю, до 16 лет, до 15 и так далее, они охотнее подхватывают, мне кажется, такие песни, где есть мат, и где особенно, наверное, может много мата, потому что это что-то запретное, ну, не послушаешь при родителях, да? То есть они такие, ага, я все равно послушаю, но отдельно потом, да? И, возможно, это может расходиться и приобретать масштабы, но это все зависит от песни именно. Стараюсь не употреблять. Но как? В смысле, я не против этого. Я люблю, вот если ничем не заменить это слово, вот я по-любому его вставлю. Это я даже вспоминаю, когда мне было лет 15-16, я выпустил песню, первую с матом, где у меня было в одной песне сразу два слова матных. Мама такая слушает, о, это, ну, песня хорошая, говорит, ну, ты материшься, так нельзя делать. То есть у меня мама нормально отреагировала, говорит, я говорю, мама, там никак не заменить. Вот это максимальные эмоции я передавал, ну, никак. Я пытался заменить на более культурные, но это уже не то. Поэтому мат в песнях, я думаю, можно использовать, это же русский язык, это часть русского языка. На самом деле, как бы это не надо стыдиться, просто мат, он может подчеркнуть, прям вот захватить за яйца, так сказать. Но мне самому, честно, неприятно слушать, когда его много в песнях. Если там через каждое слово, в каждом предложении, это уже портит ту самую изюминку, ты прям теряешь, теряешь вот этот, вот этот вайб, так сказать. И тебе уже отвращение появляется какое-то. Ну, хорош, типа, ну, зачем, зачем так много этого использовать? Ну, если интегрировать его искусно, я только за. В жизни я стараюсь, да матерюсь, что я не буду, да, лукавить, как бы, я еще тот сапожник, как бы, сейчас там просто пик-пик, и подряд вытлить даже не поймут. Я удивлен, как я вот уже сколько сижу, сколько минут, и, по-моему, я один раз матерился, и то, наверное, если вы это вставите, да. Так, я сам себе удивлен. Ну, наверное, просто практика-практика. Так я люблю, вот, по-простому, да пиздец, че за хуйня, и понеслась у меня, то есть, такая штука. Сам я родом из Альметьевска. Альметьевска, обычный парень, рос в обычной среднестатистической семье, ну, любящей семье, да, то есть, мы все друг друга любили, вот, ничем не выделялся в школе средней, вот, максимально средняя жизнь у меня была, так сказать. Но, вот, в 14 лет, получается, в 14 лет, я услышал первый раз, это был американский рэп, там, 50 Cent, Lil Wayne, я такой, вау, как это делают, ничего себе, думаю, круто. Но еще не думал, что я так же, ну, буду делать, наверное, такой, просто понравилось, думаю, круто, круто. И спустя некое время, так же, в 14 лет, я услышал рэп на русском, там, Саша, СТ, 2517, ребята, то есть, Смоки Мой и так далее, я такой, вау, ничего себе, я их сделаю. Ну, то есть, я вдохновился, и я, то есть, настолько думал, что, блин, я никого не слышал, моих ровесников, что в России есть такие, ну, я наивно не знал, и думаю, вот, я стрельну, я сейчас научусь читать так же, как они, они очень крутые, потому что даже еще лучше сделаю, и буду единственным рэпером крутым в России. Ну, это потом я узнал, что я, там, тысячи, тысячи, да, как по стране, когда подрос уже, ну, вот, и как-то с 14 лет начал постепенно осваивать, там, Fruity Loops, это программа, где делают музыку, начал пытаться сам делать биты, что-то начал накидывать, писать. Первая песня это была, никто не узнает о ней, это хорошо, о борьбе, там, надо выживать, там, выживать, я даже вспомнил, выживать сильнейший, слабым, здесь не место, в этом мире тесном, сложно держаться в руках. Я такой сижу, я думаю, я гангстер тот еще был. Ну, это шляпа. И, ну, записался у себя дома на микрофон от караоке, то есть, я там, у меня мама певица, то есть, она любит петь, да, 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 она выступала, пела. И, то есть, у нее даже с отцом была своя группа, вот, у меня папа на гитаре играет и поет так же. И у нас там микрофон, там, ой, караоке дома есть. Я взял микрофон, там мамы дома нет, пока я один, спокойно, свободно включил там программу записи. Ну, это было, качество было как из задницы, вот если, ну, если так уж по-культурнее сказать, ну, это первые песни все-таки. И, честно, я, наверное, безумно благодарен судьбе, может, в целом, что, похоже, вот в тот момент я обрел дело своей жизни, наверное, то, что вот я по сей день чем занимаюсь. Потому что люди многие сталкиваются, там, не знают, куда себя делать, да, чем заниматься теперь, ну, в чем их призвание. И порой даже депрессуют там из-за этого. Меня спрашивали, как у тебя это получилось. Я думаю, блин, вот мне повезло, наверное. Просто я услышал, мне понравилось, я начал пробовать, я такой, вау, у меня получается. Я даже послушал свои песни в 15 лет, говорю, ребята слушают, говорят, в смысле, ты в 15 так делал? Ничего себе, типа, это очень круто. И спасибо, кто так говорил, кстати, ребят. Ну, то есть, начало получаться. И все, и с тех пор я как-то начал самостоятельно пробиваться. То есть, я не из богатой семьи, то есть, у нас как бы не было там все в достатке, чтобы там студию купить, еще что-то. Мама, спасибо большое, маме я очень благодарен за то, что она мне давала треки «Деньги на запись». Я говорю, мам, я песню хочу записать. Она такая, ну, давай. Она верила как бы в меня, она реально верила в меня, но это же траты, блин. Я понимаю, что... Я и маму понимаю, потому что ты не знаешь, во что ты как бы вкладываешь деньги, да? То есть, мы же все привыкли, там, музыка — это временно, это хобби. Просто там, побалуешься, ладно, и пройдет. Но мама мне прям, держи, держи, давай, записывай. Вот, я записывал, записывал песни, потом поступил в универ. Мы с другом ходили, диски раздавали свои, то есть, записали свои песни на диски. Там, по-бам, она в Казани уже. Уже в Казани я переехал в Казань учиться. Вот, ходили, но это не очень эффективно было. Я там раскидывал ВК людям в личку, меня слали нахер, как бы заблокировали, там, за спам и так далее. Но я пытался без денег как-то пробиться, я не знал, как это сделать. По поводу, кстати, мамы, она очень сильно меня поверила. Когда я закончил учебу в Казани, настала пора возвращаться в Альметьевск. Я люблю Альметьевск, я люблю Тадарстан там всем сердцем, но я просто понимал, что в плане творческом, наверное, я загасну. Я просто не знал, как развиваться, как там, что делать. И так далее. Мама сказала, ну, блин, слушай, давай продадим здесь все, что есть, как бы, и переедем в Казань. Вот, там купим недвижимость. И будешь там двигаться, развиваться. Я такой, блин, ну, офигеть, офигеть. И так и сделали. Вот, купили дом в Казани, переехали. И я уже там начал более плотно крутиться. Выступал на разогревах там у Джонни Боя, у Мияги Эншпиль, то есть там всегда писал песни около хип-хопа, так сказать. Просто со временем я начал развиваться в плане каком? Сперва был просто речитатив, вот этот такой олдскульный, так сказать. А потом мне чувак мой на студии, в Альметьевске еще, сказал, слушай, ты, похоже, петь сможешь. Ты петь умеешь. Я такой, в смысле, говорю, петь? Он говорит, да. Я такой, да нет, я не смогу петь. Да да, мы с ним разосрались по такой тупой причине. И сейчас я его вспоминаю, блин, он был прав. Я понял, что мне понравилось петь. Я не ходил в музыкальную школу, никогда я интуитивно как-то старался учиться петь. И начал комбинировать это с вокалом. Для меня таким примером, это была группа 2517, Ант и Бледный. Они Ант, потому что очень вокальный человек, вот, и он мне очень нравится. И все, я пошел по эстапам, начал как-то комбинировать. И вот так мое творчество начало развиваться, в общем, потихонечку. Я окончил университет в Казани, Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности производства и применения строительных материалов, изделий и конструкций. Вот это поворот, да, я помню. Я помню идеально. Ну, то есть я поступил 18 лет, и на тот момент мы еще жили в Альметьевске. Я жил в общежитии. Я понял, что, блин, вот ты в Казани, вот ты в столице Татарстана, давай, реализуйся, пытайся пробиваться с музыкой. Вот как никогда у тебя есть шанс. Все четыре года я вот что-то пытался делать, да, не очень успешно. Почему я туда поступил, на самом деле? Ну, вот я услышал, как в 11 классе, мне кажется, выбирают люди. Мне сказали, там, юрист или строитель. Я такой, а как строительство что? Производство, применение строительных материалов, везде. Я такой, ооо, как звучит. Все, я хочу туда. Сто пудово туда. Я поступил, ну, потому что мне родители говорили, что строительство, юристы и еще кто-то, они будут всегда. Вот, поэтому не прогадаешь. Ну, я поступил. Уже на втором курсе я понял, что мне это не надо на самом деле. Что, ну, блин, какой из меня строитель, я не получается у меня там как бы учиться. Я так средне учился. Я поступил, кстати, на платное обучение, не смог поступить на бесплатное. И мама оплачивала мое обучение. И я просто не мог, ну, блин, взять и уйти со второго курса. То есть мама вкладывала, она работала, она вкладывала деньги, откладывала, и я же не мог как свинья поступить. И просто сказать, мам, сорян, ну все, ну нет, я не так воспитала она меня. Все четыре года я отучился, получается, и сказал, все, вот, я отучился, есть диплом. Я защитил диплом на пять, получается. У меня был очень крутой дипломный руководитель на самом деле. Я прям настолько крутой, что я прям с удовольствием его защитил. Как бы я там не любил учиться, но с удовольствием. Самое главное, что вынес из университета, это, ну, блин, навыки какой-то жизни, социализации. Мы жили в общаге, я научился готовить, я что угодно могу приготовить. Ну, в разумных пределах, конечно, не фуагра, там какие-то лобстеры. Ну, вот, не пропаду, так сказать. Нашел друзей, с которыми вот мои лучшие друзья по сей день. То есть они научился хитрить где-то, научился где-то там молчать где-то. Ну, то есть мы же там экзамены сдавали, какие-то предметы мы там бам-бам-бам, ну, тортик, коньяк, давайте решим вопрос, да. То есть научился в жизни, да, наверное, так сказать. Вот, поэтому университет это безумно крутое время было. Как я отучился 4 года, казалось бы, все, Слайк, ты же не хотел больше учиться на этой специальности, то есть все, двигайся дальше. Но я поступил зачем-то на магистратуру на тот же факультет. То есть я такой, ты дурак? Ну, я думаю, ну ладно, зачем ты это сделал? Ну, окей, я отучился полгода, но уже оплачивал свое обучение, получается, сам. Я там работал где-то пивным консультантом, продавал там пиво, где-то ландшафтным дизайнером, копал землю и так далее, подрабатывал. И когда ты платишь сам за обучение, ты понимаешь ценность, зачем тебе это, и надо ли это в целом вообще, в принципе. Ну и вот все-таки я понял, что нет, мне это не нужно. Блин, я отдаляюсь от музыки, когда я вот там учусь. И поэтому я принял решение, тяжело, конечно. Я такой, мам, но говорю, я ухожу, я не буду учиться дальше. Конечно, ну, понятное дело, в штыки, зачем это образование тебе нужно, чтобы там потом на предприятии, на заводе дорасти там до того-то, до того-то, до того-то. Но у меня были другие планы, так сказать, на жизнь. Вот, мама все-таки поняла. Она всегда, если что-то ей не нравится, она в штыки сперва воспринимает, а потом такая, ну, ты прав, ладно, да. Она понимает, такая, окей. И все, с тех пор моя жизнь ухудшилась. Когда я ушел с магистратуры, на самом деле, я понял, что, блин, я начал пропадать. То есть у меня не было ни денег. Я там работал за тысячу рублей в день, получается, там в 6 утра выезжал, в 10 приезжал весь грязный в земле. Я понимаю маму, просто сейчас вспоминаю, она со стороны смотрела, типа, блин, ты отучился на там инженера, и что ты сейчас делаешь, что с тобой происходит? Прямо на глазах, то есть. И я уже понял, что, ну, блин, так не пойдет, короче, что-то надо делать. Я устроился в офис там работать. Ну, такая забавная штука, но это я так утрирую. Ну, там, допустим, 15 тысяч оклад у нас был, да, и остальной процент из продаж. Я устроился телемаркетологом на продаже. Как бы, сколько я зарабатывал? Конечно, 15 тысяч в месяц, потому что из меня продажник, ну, так себе. Ну, нет, иногда там один месяц, два было таких нормальных, а так, в целом, так себе. И меня спасло, наверное, то, что я увидел проект «Песни» рекламировался. Второй сезон, на первый я не успел. Второй сезон. Я такой, все, это моя возможность, все. Я говорю, мам, я еду в Москву, не знаю, где жить, что, все. Я просто еду, говорю, не знаю, вот есть чуть-чуть запасить нам денег. Погнал, отправил несколько заявок, мне приняли, сказали, приезжай в Москву 1 ноября, проходи кастинг. И вот это поменяло кардинально мою жизнь. Все свои песни я пишу всегда сам. Как было до «Блэкстара», у меня не было никого, ни гострайтеров, это те, кто пишет слова, да, песни, например, и так далее. У меня никого не было, я сам этим занимался. Единственное, я не делаю музыкальную часть. Как я уже до этого говорил, я пытался начать делать музыку, но я потом это бросил, как-то не хватило усидчивости, наверное. Поэтому музыку я нахожу у сторонних людей, кто этим профессионально занимается. Вот, я пишу слова. Сейчас, будучи на «Блэкстаре», к примеру, что поменялось? Я в первый раз столкнулся с такой штукой, как гострайтинг, да, допустим, когда тебе пишут песни. Я такой, в смысле? Как я сюда сам, я только хочу сам это делать всегда. Ну, превоспринял штыки, но потом понял, что, в принципе, это нормальная практика, да, везде. Она на Западе, она, то есть, так, и практикуется хорошо. И у нас здесь, то есть, к примеру, мне могут показать демку, допустим, там припев чисто, да, и такие, вот смотри, Славчик, есть такой припев крутой. Я такой услышал, если я понимаю, что я, блин, я чувствую эту песню, я проживаю, она мне нравится, я такой, все, не вопрос, я влечу туда с куплетами. Мне могут показать, где есть один куплет, например. Я такой, крутой куплет, я туда допишу припев и в целом песню доделаю дальше. То есть, сейчас мы работаем именно в команде, которая работает во благо, все хотят, чтобы был крутой музыкальный продукт, вот. Поэтому сейчас я также пишу свои песни сам, но если попадутся какие-то демки крутые, то если я их прочувствую, то почему бы нет? Например, если что касательно песни «Падаем», у меня есть такая песня «Падаем», это очень, блин, ну это прям такая душевная история, душевная песня. Мне показали эту демку, это написал мой очень хороший товарищ. Именно, особенно слова этой песни написал очень хороший товарищ. И я такой услышал, офигеть, у меня мурашки просто по телу. И я понял, что я прочувствовал эту песню, у меня тоже бывали такие ситуации. Я влетел туда только со вторым куплетом. Но при этом и эту песню, когда люди слышат, она там и в топ-чарты залетала, и в ВК везде пробирала. Люди плачут, когда ее слушают, говорят, «Блин, Слава, офигеть, спасибо!» Потому что человек, написавший ее, он, я его знаю, и он прожил эту всю историю. То есть вот когда вот настолько щепетильно все, тогда почему бы не влететь на трек, если ты его тоже чувствуешь? Я против того, чтобы бездомно. Типа тебе дали демку? А, давай, ладно, допишу туда что. И это просто исполнил без чувств. Ну, зачем так вообще, в принципе, делать? Я не понимаю таких людей. Как возникают, наверное, песни, как они пишутся? И это, блин, у меня нет какого-то четкого алгоритма на этот счет. Это вот, как говорят одним словом, жизнь, да? Это может быть вот какое-то случайное знакомство с девушкой, я не знаю, какое-то случайная поездка. Вот что-то мне там понравится, горы я увижу, закат. Девушка меня послала нахрен, или наоборот сказала, «А ты такой красивый?» и ушла. А я такой, в смысле? И как-то у вас сюжет какой-то выстраивается от любой мелочи. Вообще абсолютно где-то в инстаграме могу что-то увидеть, да? В социальных сетях чей-то ролик, чей-то подвиг. Кто-то, блин, просто фигню. Абсолютно от всего можно черпать. У меня так это и происходит, на самом деле. Если я пишу какие-то песни, например, ну, возьму конкретную тему любовь, да? Или как мы встретились, или как мы расстались. Я всегда проецирую на себя, вспоминая какие-то свои отношения. Да, по большей части у меня все песни основаны на собственном опыте, так сказать. Вот. Или есть какие-то песни, которые на опыте знакомых. Я вижу, что у них в жизни происходит, например. Они со мной делятся, или я просто наблюдаю, да, так сказать, и передаю их истории в песнях. То есть это вот как-то вот так рождается. Оно, по сути, они рождаются, когда ты либо грустный, либо злой. Когда ты злой, рождаются злые песни. Когда ты грустный, рождаются вот такой парадокс у меня лично. И грустные песни, и позитивные могут родиться, на самом деле. Я не знаю, как это работает. По большей части грустные. В нейтральном состоянии, когда ты в зоне комфорта, когда тебе хорошо, вот у тебя есть, ты знаешь, ты можешь сейчас пойти покушать спокойно, пойти, вот у тебя денежку в кармане есть, что-нибудь купить. Вот, то есть такое вот ленивое состояние. Вот так это не работает. У меня такой затупок, на самом деле, был пару месяцев. Когда я понял, что я нахожусь в состоянии комфорта, у меня в жизни, в принципе, все нормально. И я не мог вдохновиться. Вот ничего не шло в голову вообще. Всегда нужна какая-то такая стрессовая ситуация для организма, чтобы рождались настоящие, типа, честные песни. Как-то так. Первые мои отношения были в каком... Ну, в шестом классе. Ну, как это отношения, я сейчас скажу. Это была одноклассница, я помню, мы встретили... Пятый, шестой класс. Мы такие, встретились на детской площадке, я помню. О, а ты мне нравишься? Я такой говорю, ты мне тоже? Давай встречаться? Давай, вот мы один день повстречались. На следующий день она ходила уже с другим мальчишкой. Я такой, ну, вот и закончили встречаться. И все. Вот прям вот так это и было. В пятую классе, что там? Смысю, она меня кинула. Нет, я такой, ну все, ладно. Если посерьезнее, да, уже первая любовь такая была. Это в университете, когда мне было 17 лет. А, ну, у меня в декабре день рождения, я поступил в 17, получается. Первая любовь 17 лет, девушка была у меня старше, на 3 года, получается. Как-то так трепетно все было, потихонечку разгонялось, разгонялось. И мы начали встречаться спустя там несколько месяцев. Ну, мы простречались год, наверное, чуть-чуть больше года, получается. Мы простречались. И закончили все отношения просто потому, что я прям зеленый был. Смешно, я понял. Я прям зеленый был, на самом деле, такой. И сказал просто, блин, я что-то не знаю, что делать дальше. Я не готов, как бы. А мы уже вот сколько встречались, получается, там у нас. Уже жили вместе, в общаге мы жили. Вторые мои отношения были спустя год. Ну, там это были такие больные отношения, на самом деле. Мы быстро начали встречаться с девушкой. Потом она ко мне охладела. Но я, видимо, настолько привык. Вот это чувство, что я не хотел верить в это, как бы не хотел отпускать. Но это ненормально. Если ты понимаешь, что человеку ты не нужен, лучше переболеть, перебороть. Ну, сказать, все, хорош. Я тебя понимаю. Если ты девушка поплакать, просто, да, плакать, плакать, ну, найдешь лучше еще гораздо. Потому что тут, то есть, в тех отношениях, там, были и измены, получается. То есть, ну, не с моей стороны. Я такой человек, если я встречаюсь с кем-то, то прям все. Я не могу себе позволить с кем-то, с другой, да, девочкой. Даже у меня бывали случаи, я там бывал пьяный, не знаю, на какой-то тусовке. Все, я вижу ко мне девочку. Я был в отношениях, ко мне другая девочка пристает. Я случайно, я помню, только поцеловался, вот на доле секунды были. Я потом такой, стоп, оп, убрал такой, не, сорян, все, не, 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 типа, и ушел. Вот такой совестливый, не знаю, человек получается. Но вот на тот момент я находился в таких отношениях, где это не ценилось, так сказать. И мы разошлись. По сути, в серьезных отношениях две штуки, два, два, два серьезных отношения было в моей жизни, да. Как правильно сказать, я не знаю. Остальные уж только такие моменты, флирта, общения, такие ня-ня-ня-ня-та, поля. Отношения — это, блин, это работа. На самом деле, ну, не держится все на страсти, нельзя продержаться на этом долгие, там, долгие годы. Блин, как минимум, ну, должно быть, знаете, доверие — это сто процентов, да. И еще что-то. Сейчас. Ну, в общем, отношения — это работа, ребята, если вы понимаете, что кого-то любите, вот кому-то испытываете какие-то чувства, то пробуйте обязательно. И всегда старайтесь понимать, слышать другого человека, другого своего партнера, не быть эгоистом. Это зло, на самом деле. В данный момент я холост, свободен, мне 25 лет, номер телефона 8, да-да-да-да-да-да-да. В данный момент я холост, ни с кем не встречаюсь. Честно, честно, я никогда особо не пользовался спросом на женское внимание. Я, как говорил, я всегда был среднестатистический чувак. Вот это все началось буквально год назад как раз, когда там пошел проект песни, я его выиграл, все, бешеное внимание там в мою сторону. И тогда как бы, да, там на выступлениях, на каких-то послевыступлений ко мне там подходят, слушай, ты такой классный, давай под шофе, там, девушки и так далее. И тяжелее понять просто, ну, кто к тебе искренне относится, а кто хочет, ну, там, твоей популярностью чуть-чуть, твоей популярностью отщепнуть, так сказать, да, засветиться с тобой. Подходят девушки такие, да, ты класс, ты такой общаешься, да-да-да. А слушай, давай селфи сделаем, да, я такой, да успеем, да не-не-не, давай сейчас, там, сделаем все, селфи. И потом подписывают там со славой, ой, я, смотрите, со слэймом, да, вот кто ко мне пришел. Я такой, блядь, что, в смысле? И такая же была ситуация с парнями, пацаны, вот есть у меня знакомые, просто знакомые. Мы с ними пересеклись, мы такие, да, вроде пообщались, сфоткались, я такой, давай, да, сфоткаемся, конечно, что нет-то, запечатлим этот день, так сказать. И все, потом на следующий день, я там, я вижу, в сторисах отмечают, встретились со своим, бро, бро, красавчик, что к нам заехал, хотя это они к нам подлетели, честно, потревожили. Блин, мой покой, мы с близкими друзьями своими сидели. И то есть я такой, ну, чуваки, ну, так нельзя делать, имеете какое-то, блин, уважение, что ли. Я не зазнался, вы не подумайте, я вот просто, ситуации в жизни такие бывали. По поводу друзей, честно, я тяжело прямо впускаю в жизнь новых людей, так сказать, настолько, чтобы вот прям, это мой друг, это вот, это мой кореш, это мой друг. У меня есть друзья, которые, блин, уверены временем, мы с ними там, это друзья, особенно с универа, с которым мы что только не проходили вместе, и они вот остались такими же, какие они есть сейчас. Даже там, будучи, я помню, стрельнул такой, да, вроде на хайпе, на популярности. Приезжай, ребята, о, что, балбес, приехал, что кого-то, как дела твои? Не просят сразу, а давай сфоткаемся, и вообще пофиг. Им главное, вот, блин, повидаться, что мы вместе увиделись, не знаю, что-нибудь придумаем, погужбаним, погуляем и так далее. И все, вот, я знаю, кто мои настоящие друзья, у меня их вот прям по пальцам, наверное, ну, то есть одной руки, на самом деле, настоящие друзья. В шоу-бизнесе с этим все посложнее, тут же больше взаимо какое-то выгодное отношение, то есть даже если на каких-то мероприятиях пересекаемся с какими-то там именитыми людьми, я не могу назвать это дружбой, они улыбаются, мы улыбаемся друг другу. Блин, я не хочу себя причислять к этому, я вот прям не очень-то приятно. Ну, люди вот улыбаются, такие, да-да-да, давай, вот здесь то-то сделаем, а давай то-то, то, просто взаимовыгнутым, обмен аудиторией. Я понимаю, что это нормально, это нормальная штука, все обмениваются на мероприятия, например, аудиториями, тут, тут тикток снял, тут это, вообще нормальная ситуация. Но это не дружба, но это не дружба. Я ценю людей, я познакомился с ребятами, мы не назовем друг друга друзьями, но мы охеренных хороших отношений, человеческих, просто вот именно в человеческих. Говорят, Славчик, если что, ты давай, да, звони, там, надо помочь, если давай, конечно, не вопрос, хоть мы там не 24 на 7 с ними на связи, да, не весь шоу-бист, так сказать, какой-то гнилой, там, прогнивший, нет, дофига классных ребят есть, просто их надо найти, поискать, так сказать. Да, но дружба есть. В социальных сетях я провожу, стал проводить очень много времени, ну, потому что, блин, так или иначе, с этим связана моя жизнь, так сказать, да, то есть, ну, популярные соцсети, которыми я пользуюсь, это ВКонтакте, Инстаграм и ТикТок сейчас вошел в нашу жизнь, вот, поэтому я там тоже есть. Свои социальные сети я веду сам, то есть, я никому не отдаю, там, под ключ, вот, все, сами публикуйте, что хотите. Единственное, у меня есть команда сейчас, и если, блин, вот, я посчитаю, что эта фотка, там, не очень, они могут сказать, ну, слушай, ну, тут, там, это не очень, давай вот это посимпатичнее. Они могут посоветовать, но никто меня не принуждает, что вот ты обязан выложить эту, ты должен, нет, если они скажут, ты выкладываешь это, я могу сказать, ну, ребят, я хочу вот эту, и взять ее выложить, например. Ребятки, команда мне помогает, как лучше хочет, чтобы я выглядел красивым в своих социальных сетях. Тик-Токи стал вести, я не активный тик-токер на самом деле, просто если есть, если я на каком-то мероприятии, на каком-то движи, и если я чувствую вот этот вайп, и там, например, популярные тик-токеры находятся, и если я чувствую, что они не против что-то сделать, что-то отснять, я такой, давай, вот это же круто, когда оба хотят, и мы такие, давай что-нибудь придумаем, и все, и вот я так сразу на запас вперед себе снимаю видосиков, и потом постепенно публикую в тик-токе, там уже набралось, блин, 430 тысяч, то есть, блин, меня это очень радует, я просто вспоминаю там свой прогресс, так потихоньку растут люди, прикольно. В директе на самом деле у меня, да вообще, разная информация, ну, там пишут, например, в смысле, а почему это мы с тобой еще не женаты, там, кто-то пишет, у меня мама уже ждет тебя, ей нужен зять, там, ну, такие моменты, ну, вот, все, приезжай, кто-то адрес, я помню, даже оставил адрес, приезжай. Даже вплоть до подъезда, я такой, в смысле, серьезно, ну, то есть, такие моменты, ну, оскорбительные, понятное дело, то есть, если написали, я сразу блокирую. Я прям кайфую от таких людей, я, ну, я научился с этому с иронией относиться, и поэтому я их сразу, там, без разговоров даже блокирую. Кто-то бывает удивлен, такой, в смысле, а как, вроде я ему ничего плохого не написал, а заблокирован, потому что когда-то, вот, в комментариях написал, вот это дерьмо собачь, ну, под новым треком, дерьмо собачь, там, ссанина ссаная, мне неохота как-то, а почему ты так считаешь? Ну, это же субъективное мнение, да пошел ты нахер, я просто так взял, заблокировать, ну, и все. И поэтому и жить веселее, на самом деле, разное, разное в директе есть. Блогерские дома, они есть, да, и они сейчас как никогда пользуются, блин, спросом, или как это называется, они на хайпе, наверное, да, и это какой-то дом, один или два дома запустили, и сейчас столько домов, я вижу деревенька хаос, там где-то Люберцы хаос, локально кто-то в деревне создают свои дома, я такой, ооо, ничего себе, ну, блин, они есть и есть, на самом деле, у меня есть хорошие ребята, к кому мы ездили, да, XO Team, просто почему я именно их говорю, потому что, блин, мне симпатичны ребята оттуда, мы с ним познакомились, два раза я к ним ездил, потом на мероприятиях мы с ними пересекались, офигенные ребятки, просто добродушные, нет какого-то такого злого подтекста, там, нет ощущения, что тебя используют или что-то от тебя хотят, просто Славчик, о, привет, блин, ты прям чувствуешь их этот вайп, так сказать. И поэтому я хорошо к ним отношусь, они снимают тиктоки, они делают это качественно, блин, они делают крутой контент, на самом деле, поэтому они попадают у меня в тиктоке, в ленте, я такой, о, ну, молодцы, где-то понравится, я лайкну, где-то не понравится, не лайкну, но сейчас это такой тренд, наверное, я не знаю, сколько будет длиться эта история с домами, ну, мне кажется, она уже подзатухает, честно, по ощущениям, она как-то так быстро появилась, и сейчас, сколько бы домов ни появлялось, все равно на слуху, буквально, ну, может, дома два, и поэтому вот эти два дома, может, еще чуть-чуть посуществуют, побудут у всех на слуху, и потом, мне кажется, это уже пройдет, ну, может, блин, ну, до конца года, мне кажется, это точно пройдет, это прям сто процентов, по моим ощущениям, эти дома распадутся, и появится что-то еще, какое-то новое направление, какая-то новая ветвь. Меня бесит, вот прям жутко раздражает наглость людей, вот прям назойливость такая, навязчивость, вот эти крыски, я их называю, ну, вот прям вот везде свой нос как бы сунут, меня это подбешивает, наверное, потому что я более спокойный чувак, бесит тупость, когда люди тупят прям, ой-ой-ой. И вот парадокс в чем, несмотря на то, что я туплю тоже часто. Третий момент, я могу показаться таким каким-то, может, так слегка легкомысленным человечком, да, таким, эй, шалтай-болтай, так уходит, но я люблю организованность именно, даже в плане, не люблю неорганизованных прям, вот людей неконкретных, наверное, потому что, допустим, концерт, я все, я хочу знать, чек, да, вот мы отчекаемся, у нас все готово, смотри, трек-лист такой между песнями, там, я примерно вскидываю, о чем я буду с людьми общаться, то есть так вот, смотрите, для меня это важно, все, ребят, минуса точно, все готово, все. И меня там раздражает, когда я говорю, да, что-то придумано, что-то нормально, да выйдем, да не парься, что, подъезжай к скольке, у нас там в пять выступлений, да опоздаешь, ничего страшного, я ненавижу такие, если я обещал к пяти, я приеду к пяти, и мы там начнем движ. Сталкиваюсь иногда с такими ситуациями, вот, и по мне это бьет, я человеку-то ничего не могу сильно предъявить, я не злой какой-то, я могу там сказать, вот это мне не нравится, ну и, наверное, и все, мы там стараемся это исправить. Ох, тема политики, она такая интересная весьма, но я сам, честно, не слежу, вообще не смотрю, если что-то прям громкое появляется в СМИ где-то, там, может, в каком-то телеграм-канале, либо где-то там в новостях, ну, я могу это краем глаза увидеть, могу прочитать, такой, ну, окей, ну, я не даю ответную реакцию, как-то я к этому всему нейтрально отношусь, это как будто где-то там происходит от меня, где-то далеко, и все, потому что, блин, настолько глубокая тема, там, если туда погружаться, я боюсь стать ворчливым человеком, на самом деле, ааа, что здесь не то, здесь плохо, тут где, вот таким дедом стану немного, поэтому я туда, честно, особо не лезу в политику. Про тюнинг тела. Сейчас я переночну, получается. Как мы знаем, девушки тюнингуют свое тело, да, прокачивают его, да и парни даже есть, да, кто это делает. Ну, что касательно девушек, блин, если это делать в меру, мне кажется, и если это эстетически как-то выглядит красиво, ну, нет такого, что вот есть субъективная штука, а есть объективная. Вот есть губы, когда вот одна до лба достает, а будет другая до гортани, и он такая, да, цени меня такое, какая есть. Ну, то есть я смотрю такое, ну, мне не нравится, например, да, пусть ей нравится, но мне нет. Мне кажется, это перебором, то есть вот прям такие раздувать. А если там чуть-чуть губки можно поддуть, там носик поправить, да, ну, прям девчата такие же, там, чуть-чуть щечки здесь что-то бить, чуть-чуть в грудь, если охота, да, там, как это называется, слимминг, такой четкий слимминг, да это силикон, а, силикон, ну, захотят, допустим, сделали, но это так красиво смотрится. Блин, ну, я за, например, молодцы, красавицы, девочки. Про парней, а что обычно парни прокачивают, я не знаю, наверное. Ну, я только одного видел персонажа, который прокачивал себя, это шпаг, он прям все себе, да, там, и как бы в задницу, там, везде, и грудь, или что, и губы. Главное, что ему нравится, да, как бы, блин, мне же не встречаться с ним, правильно, то есть, ну, это его жизнь. Но если парни вот так будут делать, мне, конечно, все-таки в перебор такой. Я за равномерный тюнинг женский. Ближе к естественному такому. Вот сколько меня раз спрашивали с Лэйм через 10 лет, никогда я не отвечал нормально. Потому что, честно, я даже не заглядывал так глубоко, далеко, даже не могу сказать, да, кем я буду через 5 лет, вот прям конкретно. Я не знаю, это плохо или хорошо, потому что люди визуализируют, там, представляют, да, у меня будет такой вот этот дом, такая-то работа, такая-то собака, кошка с таким вот цветом бровей, то есть, прям конкретно все представляет. Я вот сейчас прям буду сходу, да, говорить. Через 10 лет я по-любому живу в Москве. Я уже, да, переехал, получается, живу в Москве. Не хочу улетать куда-то, там, снается, на Бали, где-то живи, дистанционно работать. Да не, я буду скучать по родине. Блин, я здесь родился, вырос, менталитет, все дела. Мне получилось сколько? 35. Ну, я еще и артист параллельно, артист. И, блин, я хочу стать, ну, кем-то, что-то типа продюсером, так сказать, музыкальным продюсером. Что я имею в виду? Именно находить крутых, талантливых ребят и помогать им развиваться. Кто знает, может, у меня там будет какое-то свое творческое объединение, да, может, не будет, не знаю. Но я прям хочу помогать новичкам. Когда сам стану хорошим дядьком уже, дядькой с опытом. У меня, конечно же, семья уже, да, будет. Восемь детей, да нет, ну, два-три ребенка, я думаю, к этому времени уже будет. Машина будет какая-то, да, какая-то иномарочка. Не потому, что там это престиж или что. Просто я поднакоплю. Я просто не разбираюсь в тачках, но я хочу вот купить иномарочку, да, чтобы и не ремонтировать, да, ничего не делать. Ну, то есть я не разбираюсь в машинах абсолютно. Просто, чтобы комфортно, как бы, гонять. У меня, наверное, будет 5 миллионов подписчиков в Инстаграме. Хотя мне это, я не гонюсь за цифрами, но мне так кажется где-то так. Но самое главное, это не подписчики, это слушатели. Вот. Их может быть в Инстаграме 330 тысяч, как у меня, да. А в жизни их гораздо больше. Кстати, блин, так и есть. Меня люди отмечают в сторис и говорят, офигенный чувак, там, слежу за ним с такого-то времени. Он очень крутой, очень классный. Вот крутая песня. Я перехожу на их профиль, а они не подписаны. И я такой, ну, ребят, ну, что? Вы же пропускаете столько новостей, ё-моё. Ну, раз вам так удобнее, блин, я все равно вас ценю и люблю. В ближайшее время мы готовим с командой, да, я имею в виду, очень много материала. Это будут как крутые фиты, нежданные фиты, которые, честно сказать, они уже готовы. Просто они ждут своего часа, своего момента, так сказать. Так и сольные песни сейчас активно пишу, потому что фиты, они будут больше душевные, больше такие за душу, так сказать. А сольники я хочу сейчас сделать просто бомбовые, именно раскачивать вот именно ту самую энергию. Каким вы меня знаете, каким я был на проекте песни, вот тот слеем возвращается, так сказать, и поэтому пишем песни. Также, скорее всего, снимем клип на одну из песен фитовых, получается. И каких-то глобальных планов нет. Сейчас открываются концерты, вот что меня обрадовало на самом деле. Уже там 5 сентября поставлена Москва, клуб-зал, и постепенно ставятся даты в другие города, в другие регионы. Поэтому я безумно просто жду, когда это все откроется. Я очень соскучился по энергетике людей. Это неописуемое ощущение, когда ты выступаешь максимум, отдаешь максимум, а люди тебе в ответ отдают эту энергию. Ты срываешь голос, и ты после концерта выходишь, и у тебя в энергии ты готов еще 5 таких концертов вот сразу отбабахать. Ребят, я соскучился очень сильно, по-моему. Ой, сильно. Самое главное в жизни это... Семья. Сейчас, ладно, перепишу. Мне сразу просто цитаты залезли в разные головы. Безумно можно быть первым, если не знаю. В жизни главное это, вот лично для меня, безусловно, это здоровье родных, здоровье своей семьи, здоровье, блин, близких тебе людей. Второе это найти свое дело. Именно то, чем ты будешь увлечен, то, чем ты будешь гореть, то, к чему ты будешь стремиться. Если нет стремления в жизни, человек вот затухает оттуда и идет как бы и скука, и злоба, и вот все вот эти негативные проявления. Поэтому мне кажется, что в жизни важно найти то, что ты будешь любить, то, чем ты будешь заниматься. И это взаимосвязано со словом счастье. То есть, если ты будешь кайфовать от каждого дня, получается, в своей жизни, то, соответственно, ты будешь счастлив. В принципе, я могу себя сейчас назвать счастливым человеком, потому что я занимаюсь, казалось бы, тем, что мне нравится. И моя мама тоже счастлива, довольна, здорова, и поэтому я счастлив. Порой мы ставим, конечно, в голове цели какие-то большие есть, и поэтому я бывает, ну, там, какой-то день могу ходить загружен. Такой, да, блин, фигня какая-то, ничего не получается, потому что я ставлю себе вот такие вот цели, да, например, и гружусь, что у меня не получилось их там достичь за такое-то время. Но это все фигня. Главное, блин, все здоровы, я пою правильно, все, и хотел же петь. Все, что еще надо для жизни, да?